Даже это визуально, так она легче в Граду-2. Пойдем, штамп покажет. Нахожусь в компании Турбоват. Я, как всегда, консервативен в выборе партнерских компаний. И уже более 10 лет мы сотрудничаем вместе. Все турбины, все ремонты турбин и все апгрейды моих турбин я провожу именно здесь. У владельца есть турбина Precision. Даже невооруженным взглядом видно, что она пришла в негодность. Мы ее продиагностировали и решили проапгрейдить, заменить ее на шарик, поставить шариковые подшипники. Во-вторых, немножко изменить форму крыльчатки. И весь этот процесс я вам сейчас попробую показать. У нас втулочная, та, которая стояла, да? Угу. То есть вот здесь, получается, стоят вот эти втулки. Ну, одна, да, другая, потом сверху. Потом стоит вот этот вал, да, с другой стороны? Ну, тут, получается, две втулки. Одна с этой стороны стоит, одна с этой стороны стоит, одна с этой стороны стоит втулка. Там стопора, которые держат их перемещение вниз. Ну, там, соответственно, сверху вот этот упорный подшипник. А на другой стороне балансировка, ну, то есть вот сама втулка крыльчатки, я имею в виду, ось-то крыльчатки, она же центруется здесь, а с другой стороны, то есть она стоит... А, с другой стороны вал просто встает и все. А, вал встает, свои пазы вот сюда, все, понял, понял, понял. Ну, там не пазы, уплотнительные пазы. Вал от перемещения, вот, вверх-вниз, держит вот упорный подшипник, собственно. А в этой, получается, как получится вся система построена? В этой, получается, вот он подшипник, да, он вставляется, вот у него отверстие под фиксатор. Угу. То есть вот он фиксатор, он вставляется и держит его от перемещения туда-сюда и от праворода. Все, понятно. Угу, так все то же самое. Да, ну, больше там упорного подшипника нету, то есть, так, в таких вещах, такого момента остается, оно, ну, отличается, если брать. Ну, и, соответственно, здесь еще у нас есть рубашка охлаждения водяного. Да, с охлаждением. Да, здесь только воздушные. Ну, точнее, маска. Ну, нет, ну, они такие бывают, если с ладой тоже, но все реже. Серия точно так же состоит из частей, ну, внутренний обоин из частей, как бы, по-другому собрать. Вот это подшипник Т-серии, да? ГТ. А, ГТ-серии. А, Т-серия большая. А, Т-серия большая, как раз. По кренчатке отличия большие вообще? Нет, такое же точно. А, такое же, да? Да, один в один точно. То есть, параметр, в принципе, у нее... То, как компрессорное колесо у вас было 76 обычное, а сейчас 76 GTX билит. 76, да, примерно, размер? Да, считается размер именно вот этот диаметр. А, внешний круг, да? Да, у VTX еще у них такой момент. Видите, у них вот этот диаметр и угол лопатки под углом. Угу. То есть, плюс 3 миллиметра еще за счет этого. То есть, там получается, ну, 76 называется, а так, по-моему, 76, 79 они... Угу. То есть, за счет выступа лопатки за пределы этой оси, да, получается? Ну, да, даже это визуально, на так, она легче, в городах 2. Ну, видит легче, потому что она отфедирована. Да, реально. Литое, все, не тяжелее. Ну, тут видно полосочки отфедировки, да? Да, да. Да, в принципе, не знаю, все, основные параметры мы. Эти тулачки мы посмотрели, кричатки посмотрели, вал посмотрели. То есть, получается, весь процесс, опять надо все разобрать и опять все собрать. С этими турбинами было сложнее всего и до сих пор. А этот фиксиатр, получается, стоит в масляном канале, так и в подаче. Ну, да. То есть, через канал подачи он забивается. Ну, и через него непосредственно масло это проходит. А в этом? А в нем резьба. А, то есть, как, в обратном положении все поле. А вот это сам корпус, да, у турбины, да? Он зависит от размеров турбины? Он всегда стандартный, да? Вне зависимости от крыльчаток, от холодной, горячей части он все равно. В смысле? Он может варить вот столько блинчиков. Ну, соответственно, да, конечно, от диаметра холодной части. Крапис, на самом деле, самый большой. А это получается, как... Позаводружающий шаг. Да, как экран. Здесь обратная резьба? Все, теперь можно и настоящее. Да. 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 Магнит отрицательно положительный. Чтобы датчик считывал. Да. А как это получается будет работать? Ну, плюс... Намагничивается плюс-минус две стороны, и этот датчик считывает их. Ну, собственно, масло постоянно четыре с половиной. Сейчас пока обкаточка чуть-чуть попала. Даланс? Ну, это по серии, а не все. Это всегда другой процесс. То есть, ты сейчас её будешь устанавливать на перчатку? Ну, сейчас сначала посмотреть, сколько будет пиковая, но там думать, билить, не билить, можно крыло поворачивать. Да. Да. Так, сейчас стерн занят, стерн занят. О-о-о, 45. Давай попробуем погрузить. Ещё нолик поз さeger, затмечить. Звious! Давай, на гайку. Да. – Ну, разбалансировать его можно крыльчаткой? Да. Нет, ну, гайкой, билица гайка. Слушай, она визуально бьет. Все, пойдем обратно наверх. Разборка, сборка, туда-сюда. Сосе сборки не такой уж и простой. С первого раза турбина не отбалансировалась, точнее показала большой дисбаланс. Сейчас мы будем ее разбирать, смотреть и собирать по-новой. Там, то есть я ее не люблю, собираю. У них лишние проблемы. Ходжики два стоят, две турбины собирал. С ними не проходили, не хотела проходить. Взял другие, отменял, прошивал все. Лотерея. Другие турбины потом вставишь, они проходят. Даже так? Ну да. Все это денешься. Посмотри, ты когда ее вставляешь, точнее вставляешь ось внутрь втулки, она как раз и там и плотные становятся, да? Ага. Ну она вот на вот диаметр. На диаметр плотно становится. Все, понял. Сажается. Ну там легкопрессовая посадка идет. Вау как бы, ну на центровку он идеально ровный, да? Ну он должен быть, да. Ну сейчас как раз. Смотреть на форте, где и проверять вал. Вау тоже изначально в заготовку, да, отдельно идет? Или он вместе с крючаткой? Ну они не раздельные. Не раздельные. То есть это одна целая, да, крючатка и вал. На заводе вообще я вот эту часть идет из нержавейки, а остальное все остальное. Они здесь соединяются по методам сварк тренинера. Угу. Вот. И на заводе все делается, они на заводе балансированы и все. Угу. То есть изначально получается вот этот вал с крючаткой он уже отбалансирован. А они все и крылья тоже изначально отбалансированы. Сама по себе крыльчатка отбалансирована, да? Угу. Как многие говорят, типа, а там, что там, крыльчатка там что-нибудь засосала. Ну вот турбина нормальная же крутится там. Купил колесо, поменял, поставил. Да, она будет работать какое-то время, да, она будет ездить, но... Ну просто разобьет в то время. Никто не... Ты же не знаешь, какая там в итоге дисбаланс какая-то. Угу. И... И... Ну и вот, например, сейчас на стенде дисбаланс был на 30 тысяч оборотов, да, где-то примерно. А неизвестно, то есть сейчас она раскрутила 30 тысяч, а если там жарил, тогда на 60 тысяч, то она ее и развалила сразу. Ну естественно. Никто этого не будет отслеживать. А вообще рабочий диапазон этих турбин по оборотам, то есть вот таких шайков? Ну... Ну максимальный 125. Ну это максимальный, а вот в целом на машине сколько он крутится? Ну при средней езде там 1060. Угу. Ну в среднем диапазоне так же работает. Ну... Ну... Вау, ровный. Знаете, что ты с подшипником был? Биения нет, да? Ладно, сейчас я его полирну, чтобы он полючится. Теперь нормально крутится? Да, и тогда нормально. Вроде не болтается. Штанк покажет. Штанк покажет. Штанк покажет. Штанк покажет еще два. Штанк покажет. Штанк покажет. Штанк покажет. Штанк покажет. Штанк покажет. Штана. Кторый alan. Штанк берет. Штанк. как ты находишь место где ну я ноль ставил вот так где магнитил он вот показывает градус а вот а Свершилось чудо Зеленая жирная линия, за которую, по идее, не должны выступать А, то есть вот это считается нормально Вот турбина прошла балансировку Теперь выглядит вот так, сейчас мы ее соберем окончательно в корпус Ну и можно будет, в принципе, ехать собирать машину Держим шори Держим шори Попробуем Ну да, аппровитория всегда можно, тоже верно. Ну что, турбина готова, мы ее полностью проапгрейдили. Поменяли новый картридж, теперь она на шарике, на керамическом шарике, полностью получились новые крыльчатки, турбина сбалансирована, ну и я думаю она прослужит очень долго. Ну а я отправляюсь в мастерскую. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok